В прошлом сюжете мы вам рассказывали о том, можно ли покушать на 100 рублей. Что такое 100 рублей? Ну, по сути, да? Это получается 1 доллар и 50 центов. Подумайте, где вы можете покушать. За такую сумму вы нигде не поедите. А мы сейчас попробуем покушать здесь, на улице Вокзальной 110. Итак, задание. Где потратить на обед 100 рублей? Итак, место, где мы все это будем делать. Вокзальная 110. Ранее нами опробованная столовая по-домашнему. И то, что я вам говорил ранее. 100 рублей, это 1,5 доллара. Да и за 2 здесь очень круто наедаются. В общем-то, понятно. Хотите вкусно и сытно поесть, дорога сюда. Я так понимаю, вы не на дорого купили, правильно? Да, на 300 рублей. На двоих на 300 рублей? Да. Да, 310 рублей. То есть это совсем не дорого получается? Конечно. А почему вам здесь нравится кушать? Вас видели, вашу рекламу. Я так понимаю, вы здесь часто едите? Да. Я здесь постоянно ем. На обед я сам торговый представитель, вместо комбината Таврия. Мы сюда поставляем продукцию. И в обеденное время сюда заезжаю покушать. Мне очень нравится. Всегда свеженькая продукция, хорошие цены. Так как у торговых пока что зарплаты не такие большие, но удается хорошо покушать. И очень вкусно. Часто работаем рядом. Вкусно и недорого. А недорого это сколько? 100. 115 рублей. В прошлом сюжете я вам говорил, здесь нету цен с двумя нулями. Здесь нормальный домашний ресторан. А по-другому и никак. Во всем мире столовые, кафе и рестораны именуются ресторанами. То есть места, где вы можете покушать и отдохнуть. Теперь вопрос другой. Бывал я в странах разных и пробовал миско с гарниром. По цене в 4 лиры. Да, покушать было можно и чувство насыщения присутствовалось. Но правильный результат. Вы не сможете дурумчей развлекаться вечно. Потому как суп там это 2,5 доллара. Ну так вот. Почему мы про забугряндию? Да потому что забугор нам говорит, не втирайте цены в ресторанах. И тогда возможность такая у вас и появится. Итак, мы сегодня попытались уложиться в 100 рублей. Что же взяла я? Я взяла винегрет 15 рублей. Мама, я хочу кушать. Кушай, зайка, кушай. Я взяла гороховый суп 35 рублей. Взяла чай 10 рублей. И получается второе. Все, вот весь этот поднос у меня вышел ровно в 100 рублей. Ну как тут можно не наесться? Объесться. Итак, мы разделим с ребенком наш обед. Вдвоем, в принципе, тут вот для нас достаточно много еды. Ребенок у меня выбрал макароны. Он очень любит макароны и шницель. Я начну с горохового супа. Я думаю, что его аппетит говорит о многом. Значит и макароны тут тоже очень вкусные. Настолько аппетитно выглядит гороховый суп, что я хотела начать с него. Но у меня есть еще винегретик. Возьмем вилочку. Свежая капусточка. Свеколка, морковочка. Все здесь домашнее. Даже соленье здесь делает бабушка своей. Мама, тебе нравится? Мне нравится. Солнышко, мне очень нравится. А еще нам нравится то, что нам говорят большое спасибо за нашу передачу. За то, что мы рассказали людям о этом месте. О столовой по-домашнему на вокзальной 110. Иначе они были бы просто голодны. Вот так нам говорят. Тебе нравятся макароны? Да. А котлетка? Попробуешь котлетку? Да. Мама. Нашего ребенка очень сложно уговорить покушать. Но здесь это даже не нужно делать. Мама, ты мне повозишь? И? Давай, шнитель попробуй. Вот так. Вкусно? Полный рот. Я ничего не буду говорить, потому что в основном все сказала моя супруга, да? Но кое-что я бы вам сказал. Дело в чем заключается? Я бы тоже смог бы здесь покушать на 100 рублей. 100 рублей. Помнится, в начале сюжета я вам говорил, сумма. Это примерно 1 доллар 50 центов. Попробуйте где-либо покушать. И даже если у вас все включено, я не думаю, что это получится. Тем более вы не сможете скушать то, что я хотел бы есть. А я в действительности очень-очень-очень-очень-очень обожаю солянку. Моя супруга ела это в прошлый раз. И она говорила, что я в действительности очень хорошо готовлю солянку. Но ту солянку, которую я готовлю, она ценила просто. Знаете, сколько стоит? Она полторы тысячи рублей стоит. А сегодня еще и дороже. Потому что захожу, смотрю, грудинки и все остальные, копчености. Они каких-то денег космических стоят. Но хотелось бы нормальную... Вот тут вы обязательно должны попробовать. Я даже делать ничего не могу. У меня просто, извините, выделяется. Я просто понимаю, насколько это вкусно. Вот эта сверхбольшая солянка стоит всего 50 рублей. По идее, я и этим домом питаюсь, этого достаточно. Но сумма-то была больше. А на сумму большую я себе взял нормальный шницель. Мы сегодня про него говорили. Вот сын мой шницель и кушает. И картошечку. Кстати, помнится, в прошлой ситуации, в прошлом выпуске мы говорили про тевтельки. Я теперь шницель попробую. Да, тевтели, конечно, были бы круты. И Хангкок бы приехал. Но, честно говоря, мне очень нравится вот этот замечательный шницель. Ммм, обалдительный. А это что? Снокшибательная и только для вас приготовленная картошечка. Почему вы не здесь? Я не знаю. Доехать до сюда просто. Город Магнитогорск не такой большой город. Расстояние небольшое. Вы даже, если приедете оттуда вот. Я по-другому это дело называю. Ну, новые районы, понимаете, да? 12 километров. Потратьте 20 минут. Покушайте, как нормальные люди, и уезжайте. Потому что вы поймете, что наконец-таки на вокзальной 110 появилась сногсшибательная и очень классная столовая. Да, дешево, вкусно. Да, включая калькулятор, получаем сумму 6 тысяч рублей на человека, который круглый день может здесь питаться. То есть для пенсионера тема не готовить дома. И честно, и даже на автомобиль на газу хватит. Хотите так же? Ну, вот вам принцип коммунизма. От каждого по способностям и к каждому по потребностям. Представляете, вот этот результат, да? Мы сделали антидемпинг. Это для тех, кто может мне палки в колеса вставлять. Но тем не менее, поймите правильно, что даже за эту сумму, вот за 100 рублей, просто внезапно и очень вкусно покушал. Потому что в любом случае здесь можно то, что вам необходимо, набрать. А как покушала моя жена и мой сын? Так что заходите, посмотрите сами.